Модельный ряд За плечами участниц 5 профессиональных фотосессий Пробы на роль телеведущей Инспекторы Господь Наджора вышли в рейд Смелые поступки Кто выйдет фотографироваться топливость Радостные впечатления И горькие эмоции По итогам прожитого дня участницы выбирают симпатию и антипатию Таким образом влияя на количество заработанных баллов А потому внутри коллектива развернулась нешуточная борьба Во время отсутствия одной из участниц девушки устроили заговор Это Лена Мы не скучаем по ней Естественно Лена Лена Самая сильная Я по ней не скучаю Неприятно было Как будто нож спиной садили Удастся ли Лене наверстать упущенное И получить признание коллектива Покажет новый день Который тоже оказался насыщенным Девочки Я выбираю себе жениха Кого ты выбираешь? Где? Дай-ка я прийду к тебе посмотрю На то Сусарское решило спать Бери нам тоже что-нибудь Сейчас закрутируем Сейчас скажу Давай Ах где мы тут были? Женихи Так Здесь обувникованы лучшие Рассказки Занятые мужчины Города Челябинска Города Челябинска Ну все сейчас прям То есть ты хочешь жениха подобрать? Я уже решила делать А Ну все тебе туда не надо Я уже решила Я хожу замуж За кого? Сейчас подождите Субтитры Вы выбрали себе мужик? Я выбрала А он тебя выбрал? Об этом я узнаю позже Здравствуйте Хочешь замуж? Я хочу замуж У меня такие мысли, думаю, как-то уже будут, хотят бы и уюта такого домашнего, чтобы приходить к одному человеку. Это утро началось мило и романтично. Девушки вели непринужденные разговоры, мечтали о приятном. Только вот продолжилось все совсем в ином ключе. За что сегодня будем снять баллы? Какие у вас идеи? По поводу пребывания в отеле. Вспомните первый самый разговор, когда была Елена Владимировна. Что она от вас просила? Чтобы вы соблюдали, что? Я считаю, что вы гадите мне. Я вам это не позволю делать. Вы полетите сегодня все с проекта. Если сейчас вы не догадаетесь, что такого вы сделали. Кто курит? Руки вверх. Еще. Больше никто не курит. Почему балконы в окурках? Почему в туалетах окурки? Семечки? В туалетах никто не курит. И туда. Красиво? Вы пошлые? Кто с семечками заметен был? Соня, ты кого-нибудь видела с семечками? Я, наверное, пришла, Ева. Грызла их. И скидывала туда, что все там засорилось. То есть вы ничего не бросали. Наталья Михайловна, можно вас на секунду? Откуда была такая информация? Может быть, что-то я путаю? Только что вот сейчас я, заботясь о вас, пошла попросить одеяло. Мне вынесли вот такой список. На самом деле это все выловили из раковины. Окурки примерзли на балконе. Если их начнут колотить, это откалывают плитку. Бросайте все курить! Я не хочу видеть в своем агентстве курящих девушек! Это некрасиво, как минимум! Чтобы этого больше не было. Ладно? Дальше к теме. Вчерашний день. Сейчас мы вам выставим баллы за вчерашние кинопробы. Телепробы вы их просмотрите. Балл вам выставляла Анна Гусева, корреспондент программы Beauty Time, которая вас консультировала, когда вы захотели в студию. Балл был полностью от нее. Здравствуйте! В эфире новости 31 канала. В студии Кристина Безик. Рэндалл-Океан взялся за львов. Челябинский ветеринар сегодня прооперировал африканского хищника. Было очень забавно, было очень смешно, прикольно. Мне понравилось. Инспекторы господнаджора вышли в рейд и с собой захватили листовки. Мусульмане сегодня отмечают праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Желание прекратить полеты штурмовиком Су-24. 30 лет в присядку. Ансамбль «Урал» отмечает день рождения. Вице-спикер законодательного собрания страдает от несовершенства закона. На выставке картины собрания Вердиковской галереи сегодня побывал губернатор Михаил Юревич. До конца года на дорогах Челябинска установят еще 10 видеокамер. Жилище – это мечта атамана. В небольшом подвальчике, в тракторозаводском районе, сегодня открылся музей. Их работа – готовить людей огненной профессии. Следите за новостями на 31-м канале. Сегодня должны выбрать еще с вами симпатию и антипатию здесь, прямо сейчас. Поехали. Симпатия на сегодняшний день у меня будет Катя Фомановна. Мисс Антипатия – Александра Мечкина. Меньше всего хочется с ней общаться. Симпатия – Кристина Шлюцарская. Ань? Она против меня проголосует. Мисс Антипатия. Я сегодня против Кати. Потому что я как не пойду в ванну, она все там. Вот как не поверите, как пойду в туалет – Катя в душе. Как не пойду Катя в ванной. Вот честно. Симпатия – Алина Танцлева. Да, много. Мисс Антипатия – Дарья Сарана. Мисс Антипатия – Слюцарская. Слюцарская. А симпатия – Петик. Катя. С кем-то с одной я меньше общалась. С кем? С Леной. Симпатия – это Кристина Слюцарская. А с антипатия – Катя. Катя. Почему? Катя опять в душе была? Нет, мы не живем вместе. Просто я не знаю. Иногда меня что-то… Что-то тебя что-то? Ну, напрягает. На сегодняшний день я выберу симпатию Кристиночку. Рыженькую. Рыженькую. А антипатию выберу, наверное, Лену. Антипатию почему? Ну, потому что как бы с ней, да, меньше все вообще. Ой, ну вы такую, знаете, фразу запасливую такую, знаете, это я называю «быть как все», как серая масса. Просто он симпатичный. Несимпатичный. Симпатия – Даша, все равно, а антипатия – Катя. Причина – тоже душ. Симпатия – Лена, и антипатия – Кристина, естественно. У меня симпатия – Даша, а антипатия – Катя. Думаю, предсказуемый выбор. А почему так сложилось, Эн, как ты думаешь? Мне кажется, человек чего-то недоговаривает у меня и пытается кознь строить. Нет, это все. Что ты под кознью подразумеваешь? Давай разберемся. Ты ничего не говоришь, что я сейчас против тебя проголосовала? А я не про сейчас говорю. А про что? Ну, в мое отсутствие просто. Я слышала, что человек мне очень лестно отзывался в моем отсутствии и пытался подговорить девочек, голосовать против меня. Ты не собираешься как-то ставить себе цель налаживать отношения? Налаживать? Ну, никто не знает. Может быть, в будущем когда-нибудь мы с ней будем общаться, но на данный момент нет. Мы сегодня с вами отправляемся в конно-спортивный клуб Рехей. И сегодняшняя фотосессия будет с этими очаровательными животными. Значит, луки у вас начнутся здесь. Туда мы уже с вами приедем готовые. Лимузины нас заберут сегодня от Смолина в час пятнадцать. Все сегодня разные. Все решается на месте. Смотрим, всем консилиум собираемся и думаем, что мы сделаем. Ну, сегодня задание такой девушки, да, будет в образе, можно сказать, таких амазонок. Амазонка. Это же амазонка. Я амазонка. Это амазонка. Я амазонка. А вот такие образы, гламурно-агрессивно-сексуально. Че, кем ты будешь сегодня? Я так поняла, единорога. Да, и как ты должна работать? Ведь с работы на камеру давай, единорога. Ой. У тебя вот рог-то, алло. Там это как я все-таки видела, да? Это что, единорог? Ну, это как... А он откуда вообще? Что такое единорог? Животные. Все, просто нижний заколочный нужно работать и верхний заколочный. А здесь мы все... Здесь, чтобы был позитив. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, все лошадей любят? Конечно, да. Главное, чтобы на ногу не наступили лошади. Их глаза очень красивые, с ресницами. А то потом все гривы причесанные. Как у тебя. Сравнило так сложно. Это хоть у нас будет черный или белый? Что это? Коричневый. Белый такой, черный. Я хочу черного такого. Сеть салонов оптики «Очки и мода». Коллекции солнцезащитных очков «Весна-лето-2011». «Шанель», «Кортье», «Рэй-Бен», «Томфорд», «Кавали», «Версачи» и другие всемирно известные бренды. Очки и мода «Ленина-52», «Васенко-4», «ТРК Куба». Отель «Смолина-парк». И путешествия, и деловой визит станут для вас максимально комфортными и приятными. Сеть салонов оптики «Очки и мода», «Солнцезащитные очки» и «Медицинские оправы» всемирно известных брендов. Услуги офтальмолога, детский врач. Очки и мода «Ленина-52», «ТРК Куба», «Васенко-4». Отель «Смолина-парк». И путешествия, и деловой визит станут для вас максимально комфортными и приятными. Итак, вы попали в самое удивительное место, связанное с конным спортом на Урале. Это европейский уникальный комплекс, в котором расположено все, что необходимо для лошадей. Почему? Потому что здесь есть оборудованный манеж, очень высокий, очень широкий, сделанный по стандартам, по-европейским. Это вход в святая святых. Это вход в конюшню, где живут лошади, которым посвящено все это место. Здесь на стенах вы можете видеть фотографии, которые были сделаны при открытии комплекса в 2009 году. Очень много народу приезжало, выступало, показывало свои номера, свои соревнования, выступления. Итак, первое, что мы видим при входе в спортивное отделение, это душ. Это душ. И сейчас покажу солярий, один из солярий. Я аккуратненько открою. Почему же это крылька? Она же так не загорит? Нет, нет. Она получает, испугался, она получает необходимое питание от лампы. Здесь четыре левады. Каждый из левад гуляет лошадки. Кстати, он там мальчик гуляет. Этого коня зовут Зелец, ему всего два годика, он еще маленький. Да, он просто очень крупный мальчик. Это вход во вторую конюшню. Еще здесь у нас стоят учебные лошади, на которых дети учатся, и частные лошади. Пойдемте. Это шотландские кони. Это подарок комплексу. Это мальчик и девочка, они просто замечательные. Позвольте представить вам Инну Юрьевну, руководителя клуба. У нас сегодня времени будет совсем мало, на каждую десять минут. Поэтому надо как бы воплотить все в эти десять минут, то есть вложить все себя, все свои возможности, чтобы тогда получилось хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллекция Сергея Арабаджийского – это вот такие вот модели агрессивно-сексуального характера. В то же время в кадре вместе с девушками самые милые и самые добрые животные на свете. Как совместить все это, как создать нужный образ – этот вопрос у некоторых вызвал самые сильные эмоции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вообще боюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не лошадь, я поврежу просто шипами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко нервы не выдержали. Было страшно, на самом деле. Было очень холодно и было страшно. Потому что с лошадьми до этого никогда не контактировало. Вот. Ушлось просто через страх, через зубы преодолевать, ломать себя и все-таки пытаться работать. И вытянуть образ. Было очень тяжело на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, это одна из самых тяжелых съемок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я боюсь, что он на виду встанет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, он это не умеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сижу на нем, и вот чувствую, что сейчас что-то произойдет. Просто он дрыгается, какие-то там шорохи, звуки, реагирует. Я все зажалась, в итоге я думаю, что это совсем не было. Ну, проваленный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лошади,alk СМИЕТСКОМ АбликсОм ПОМЕНИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, надо уже съедущее? Классно. А вы позвали уже в конце, да? Нет, я с ним не привыкла. Вот. Так вот, так все ток час не будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я лошадей очень люблю. Наверное, это мое самое любимое животное. Так как я немного даже умею кататься на лошадях, я даже занималась. Поэтому я пыталась даже какие-то трюки там вытворять. Я залазила, я залезла на лошадь. Ну, прям, мне очень понравилось. Так, как-то ты завтра надкидываешься. Чуть-чуть сидишь, немножко на меня разведи плечи. Мне это очень священное животное, лошадь. Я не каталась на коняшках, потому что я очень боялась. Я даже почти что заревела, у меня просто была паника. Я даже боялась подходить. Не бойся, не бойся, не бойся. Он с тобой целуется, не более того. Потом как-то устойалась, ну, залезли на меня на риску. Мне было очень страшно, я просто его гладила, трогала, приборола себя. Ну, было интересно, понравилось. Только было страшно. Они, лошадь там, дрыгалась, поворачивалась. Мне было страшно, поэтому у меня многие кадры были с пуганными глазами, с такими бешенными. Почему-то лошадей я не боялась. Я быстро и легко, несмотря на свой достаточно откровенный наряд, запрыгнула на лошадь, даже успела на ней покататься. Потом легко на ней позировала, мне не было страшно. Про результаты могу сказать, так как лошадь все-таки непредсказуемое животное. И не знаю, как я сработала, но мне понравилось. У меня даже появилось желание учиться кататься на лошаде. Я не боялась, мне даже это очень понравилось, впечатлило. В принципе, я очень люблю лошадей. И просто фотосессия пришла на ура. Задание такое было необычное, конечно. Я не стала уже забираться на лошадь, потому что напугалась. Мне кажется, не чувствуют наш страх, наше волнение. И ведут себя сразу как-то по-другому. Но спокойно начинают тоже волноваться. Твой гриф. Педнеистые. Люди таких педнеистых. Костюмы были просто супер. Как раз вот... Там мне, по-моему, кажется, что на каждой фотосъемке мне все нравится. Костюм был офигенный у меня. Я вот когда с лошадьми нахожусь, у меня аж начинается такое... Трясет аж все. У меня внутри так, что все переворачивается. В душе так хорошо-хорошо становится. И у меня сегодня, наверное, что касается съемок, самый сложный был день. Вот. Теперь отталкивайся и правую ногу... Подождите, я в той лице за руку зашла. Вот, вы держите здесь. И правую ногу толкаешься. И переноси, и садись прям. Садись. О, все. О, я сделала. Все, смотри, что меня вот в ад. Мне очень страшно было. Сначала все боятся, а потом уже не хотят уходить. Вот у тебя одна минута на привыкание. И 9 минут на то, чтобы мы тебя фотографировали. Так что давай быстренько за минуту привыкай к ней. Бояться не надо, они смирные, они очень хорошие. Да, это очень спокойно. Да, они спокойные. И поэтому... Вот. Главное, чтобы на лице у тебя не было никакого страха. Это все видно на фотографии. Премьерный выпуск журнала «Стольник Челябинск». Читайте и будьте в тренде. Модельное агентство «Вижн» приглашает в школу моделей и на профессиональные мастер-классы. Телефон 248-79-00. Нам доверяют уже более ста лет. Менялась мода. Сменяли друг друга поколения людей. Но всегда оставалось постоянно высоким ваше доверие к нашему магазину. Молодежная мода. Торговый стиль проверенной столетии. Конкурсантки проекта «Модельный ряд» принимают участие не только в фотосессиях и показах. Также девушки посещают тренинги и мастер-классы. Волнение перед аудиторией. Это нормально совершенно состояние. Волнение перед аудиторией. Ничего тут страшного нет. Когда вы уходите, первое, что вы должны делать, это, конечно, вы стрелять взглядом. То есть первое ваше появление, первые ваши 15 секунд, это и есть вот вы. Мы еще не начали ничего говорить, но все, вы уже появились. То есть вы уже понравились. То есть вы уверенные в себе, вы настоящие, вы живые. Раздражает страх и волнение. Это правда. Это не тот момент, когда нужно волноваться и бояться. Никого не интересует проигравший. Никого. Жир и так их много. Привлекает харизма, целеустремленность, уверенность. Привлекает живой человек. Сейчас ваше задание. Я участница телепроекта «Модельный ряд». Говорите здесь. С зрителем. Понятно? Я участница телепроекта «Модельный ряд» Кристина Чулакова. Нет, ты должна пойти. Ты должна говорить, спускай и слезь. Здравствуйте, дамы и господа. Я участница телепроекта «Модельный ряд» Екатерина Фомина. Слушайте себя в колонках. Если вы себя слышите, значит вас слышит зал. А если вот так вот, и вы себя слышите плохо, значит никто в зале не разберет. Добрый вечер. Да. Я участница телепроекта «Модельный ряд» Александра Мичкина. Ну, неплохо. У меня в горле все пересыл. Без, без аналитика. То есть, ну, вы понимаете, вы участница телепроекта «Модельный ряд». Вы не конкурсантки очередного конкурса без лета или без форума. Вы говорите, вау, можете выходить, говорить там «Привет», «Хеллоу», там «Челябинск, я тебя не слышу». Понятно? Вы зажигалки. Десять разных зажигалок. У вас десять разных характеров. Привет всем. Я участница телепроекта «Модельный ряд» Юлия Киселева. Не отрывайся, говори, говори спокойно. Я участница телепроекта «Модельный ряд» Алина Танцерева. Добрый вечер, дамы и господа. Я участница телепроекта «Модельный ряд» Кристина Безик. Для вас это все пригодится. Сегодняшний мастер-класс с ним на финале. Лена, хотела спросить, есть какие-то лидеры или наоборот какие-то аутсайдеры по танцам? Ну, есть, конечно. Девочки, которые быстрее это все схватывают, есть те, которые медленнее. Но это тоже еще зависит. Кто-то там танцевал, когда-то еще кто-то нет. Поэтому, ну, все девочки стараются. Все стараются выделиться, все стараются выучить, сделать лучше. А таких нет, кто вот не старается и вообще на это внимание не обращает? Ну, я бы сказала, что нет. Наверное, все-таки у них есть какой-то спортивный интерес на борьбу друг с другом и вообще со всем миром. И с хореографией, в частности. Поэтому ученки стараются. Ну, ладно, давайте. Хорошего занятия, удачного. Левая на окрест. Та-там. Правая. Приступаем с одной ноги на другую. Слушайте, у вас в прошлый раз было больше проблем вот просто вот с этим вот движением на самом деле. Оставляем всего два шага таких. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Смотрите, что добавляем в конце. Раз, два, пришли. Голова вниз. Угу. Какая-то такая прическа. Она так прическа. Объем. Вверху. Вот. Пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Пробуем без меня. Угу. Шаги повеселее первые делайте. Поигривее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вниз. Левая. Пять, шесть, семь. Ха-ха. Все в разные стороны. Кто в лес, кто под роман. А мы напоминаем, что вы можете проголосовать за любимую участницу, отправив смс на наш короткий номер 7545. Перед текстом сообщения слово «мода». Обычное дело в клубе, красивая девочка. Как с таблошки сидит, ножка на ножке, смотрит высоко вдаль. Для нее пацаны в кроссовках это не перспективная швайль. Но тут другое дело. Я выхожу на сцену. Я зарабатываю рэпом свой авторитет. И она покупается на это. Хватает меня за воротник и тащит в туалет. Это нормально? Нет. Вы не поверите, я был расстроен. Крах моих планов сравним с падением трое. Как же долгие свидания. Еще полчаса назад богиня. А сейчас какая-то Таня, шарм исчез. Пропало всякое желание, рассказы о модной одежде. Ну и что, ты повелся? Нет. Я ноль, внимание.